17 июля, столетие трагедии царской семьи, убийства царской семьи, семинар, вторая часть, запускаю прямую трансляцию. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Так я сейчас как раз написал комментарий здесь, в этом видео. И приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья. Продолжаем тему. Сегодня у нас такая печальная, скобная такая дата, скобный юбилей такой, убийства царской семьи. Сто лет назад совершилось страшное-то злодеяние, убийство царской семьи. Вот, и, конечно, это было в 18 году, 17 июля 1918 года. Сегодня у нас 17 июля 2018 года. Прошло ровно 100 лет. Вот этой ночью, с 16 на 17 июля, вот это злодеяние и произошло. Жаль, конечно, особенно детей жаль. Жалко всегда, детей всегда жалко. Знаете ли, даже если расплачиваются за грехи родителей, все равно жалко. И, знаете ли, вот это убийство, это безумие, это убийство семьи царской последней, оно стало такой страшной вехой в истории нашей земли, всех стран, бывшей Российской империи и бывшего, потом уже, Советского Союза. Потому что, на самом деле, это стало неким символом, что ли, вот, новой власти, символом вот этого безумного столетия. Да, уже больше 100 лет продолжается безумие на нашей земле. Уже больше 100 лет продолжается все это, и конца и крови не видно. Недавно вот был праздник взятия Бастилии. Во Франции тоже празднуют революцию. О безумие. Конечно, праздновать и радоваться революции, убийствам могут только люди, ну, духовно неперерожденные, духовно нерожденные свыше, не знающие Бога. Потому что для людей, знающих Бога, конечно, по-всякому можно посмотреть на любое событие, но для людей, знающих Бога, для людей, рожденных свыше, для нас с вами, потому что я надеюсь, что большинство слушающих этот семинар мой и смотрящих вот этим семинаром, люди возрожденные, пишут мне и баптисты, и писятники, харизматы, адвентисты, католики, православные, очень разные. Я сам универсальный верующий, то есть я экуменически во Христе Иисусе любого обниму, приму и благоставлю. Во Христе Иисусе есть настоящий Божий экуменизм, настоящее единство веры, вот, неподдельное. Не религиозно-политическое такое, лжеэкуменическое, которое вот обычно экуменизмом пугает нас, да, вот, это все подделки дьявольские. А настоящее, которое есть в духе и в истине, в любви, во Христе Иисусе Господе нашим, как Он молился сам, такой экуменической молитвой, Иисус, да будут они едины, как мы с тобой едины. Братско-сестринская любовь, настоящая Божья Филадельфия, одним словом, слава Богу. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, я остановился на том, что роман, на трагедии самой семьи Романовых, дома Романовых. Если вы помните из истории, то в 13-м году, в 1913-м, да, отмечалось 300-летие дома Романовых. Вот, и, конечно, значит, все отмечалось не с покаянием и со слезами, не с примирением с Богом, а с фейерверками, с балами, приемами, пирами, увеселениями, катаниями, гуляниями, свистоплясками всякими. Ну, конечно же, там и богослужениями, молебными, но в которых подчеркивалось, вот, что значит, что да, мы, мы, мы такие, мы... Ой, посмотрите вот фотографии того времени, 13-го года, всего 13-го года, не поленитесь, посмотрите, я пересматривал это в библиотеке Ленина, потом в Химках, в Подмосковье, хранилище журнала-газет дореволюционных этих, вот, и проработал там не один месяц, и, знаете ли, пересмотрел тысячи и тысячи этих фотографий, этих кадров, вот, читал сотни и тысячи всяких заметок, статей на эту тему в разных изданиях, и, конечно, знаете ли, как бы погружался в атмосферу той эпохи, как бы ощущал себя, вот, частью того времени, как будто бы я жил тогда, вот, сто лет назад, и, знаете ли, на чем я себя поймал, что не было призыва к покаянию, не, они звучали, конечно, призывы к покаянию звучали, но они просто, будем так говорить, затухали в толпе просто, когда в России будет уже хорошо жить, вот, когда в России будет хорошо жить, да, интересный вопрос, еще кто-то из классиков, я уж не помню, кто, Чадаев, по-моему, по-моему, Чадаев, или кто-то еще, напомните, пожалуйста, интересно говорил кто-то из классиков, что, значит, судьба России, судьба нашей страны, говорит, России, в том, чтобы показывать всему миру, как нельзя жить, как не надо поступать, как нельзя жить, это судьба, историческая судьба, в 19 веке многим очень просвещенным людям, и Достоевскому, и Глоголю, и многим, потом Толстому в конце уже 19 века, граф Лев Николаевич Толстой тоже примерно об этом же размышлял, в 19 веке очень многим казалось, что действительно в своей истории Россия, именно судьба России, в разных народах есть своя судьба, вот в российской истории своя судьба, и классики видели ее в том, чтобы показывать миру всему, как нельзя жить, как не надо поступать, как нельзя верить, как нельзя действовать, то есть, как бы на плохом примере, как знаете, как вот в древней Греции, Эллина, как учили своих детей, да, как они учили детей, свободных эллинов, значит, гнушаться пьянством, чтобы дети никогда не подвергались пьянству, знаете как, они брали много вина, много секера этой, ну, водки по-нашему вина, и давали ее неразбавленную, давали ее в неограничном количестве рабам, рабы, а, Петр Чадаев, да, правильно, Чадаев, вот, значит, так вот, рабы напивались, как говорится, до поросячьего визга, и вели себя отвратительно, это было такое шоу, представление, то есть, они пьянствовали, гуляли, там, значит, там, развратничали, а взрослые эллины приводили детей и показывали, смотрите, смотрите, во что человек превращается, хуже, чем животное, вот, что есть пьянство, и знаете ли, у большинства эллинов, подрастающего поколения, отшибало напрочь, всякое желание пьянствовать, они спиртное знали все, но была культура винопития, и никогда до пьянства не опускались, потому что они знали, с детства, у них одно из первых воспоминаний, это, вот, свинское состояние, хуже, чем свинское состояние пьяницы, вот, и они это видели, и вот классики, вот, и Петр Чадаев, да, значит, другие классики, и вот Лев Николаевич Толстой, я вспоминал тоже, как раз, его эти записи в самом конце 19 века, его дневники 1888-89 годы, как раз вот, когда он возвращался с Москвы, потом стулы, значит, к себе в эту ясную поляну, он писал, как раз, об этих вещах, что мы в своей истории тоже показываем, как нельзя поступать, то есть, как пример отрицательный, как вот те доскотского состояния напившиеся люди, ставшие нелюдями уже, показывали подрастающему поколению, как нельзя поступать, и всей планете мы показываем, как нельзя поступать, как нельзя жить, как нельзя верить, как нельзя действовать вообще, особенно последние вот эти 20 лет, я думаю, что всему миру очень хорошая иллюстрация, вот слов Чадаева как раз. Но, дамы и господа, хорошо жить в России будем, покаявшись, покаявшись, покаяние, метанойя, метанойя, это действительно великое слово, метанойя, это разворот на 180 градусов, это перестройка, это новое мышление, и библейский пересмотр происходящий, он очень помогает в этом. Почему я вот всегда провожу, когда семинары по истории, я акцентирую внимание на том, что нам необходимо переписывать историю, сейчас много говорят о переписывании истории, она всегда переписывается, я говорил в первой части об этом уже, но она всегда переписывается в угоду сильным века сего, в угоду мамоне подлой, в угоду всякому идолу, всякому истукану, всякому бесу. И в этом мире так принято, в этом мире так принято, очень немного чистоплотных историков, очень немного, на самом деле, чистых ученых, незамаранных этим, незапятнанных, с незапятнанной репутацией. Так вот, а в религии таких очень мало вообще, больше среди светских историков таких можно назвать имена, вот именно историков, которые максимально объективно стараются преподнести этот предмет. Но чаще всего все преподносится в угоду сильного века сего. Но наша задача, как именно возрожденность высших христиан, как именно христиан нового мышления, библейского, евангельского мышления, евангельского сердца, какая задача? Переписывать историю в угоду нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, в угоду нашему Господу Богу Всемогущему. Каким образом? Перечитывая Слово Божье, Библию, Евангелие Святое, через Слово Божье пересматриваем мы всю историю и начинаем видеть ее в таком случае целомудренно. То есть цельное мудрование, то есть правильный взгляд на мир, правильный взгляд, истинный взгляд на все вещи. И когда мы через Евангелие, я по себе помню этот шок, этот стресс, этот стресс я помню. Юноши, я всегда любил историю, даже когда в школе еще в советское время, раздавали новые учебники в конце года учебного, раздавали новые учебники на новый класс, переходя, то я приносил домой эти учебники. Я их в течение первых недель все перечитывал, эти учебники. Я очень любил. Особенно я гуманитарий, особенно историю. Первый учебник, который я брал всегда сразу, это был учебник истории. Я полностью ее в течение дня-двух полностью прочитывал, потом в течение недели-двух еще раз перечитывал, уже разглядывая внимательно иллюстрации. Очень любил всегда историю я. Но я помню тот стресс, когда подростком, будучи, Библию для себя открыл я. И когда вот в 83-м, в 85-м годах начинал историю пересматривать через призму писания. Особенно в 86-й год, не, 85-й год, когда Библия стала уже моей настольной книгой и стал пересматривать через писание. Мне, молодому человеку тогда, знаете ли, просто одно говорилось с учебниками, но через Библию я видел все совершенно иначе. Дамы и господа, братья и сестры, так никто Библию не читает, даже те, кто в РПЦ ходит. Нет, читают, так не надо категорично, брат, говорить, Алекс, что никто не читает. Читают. И вот недавно умер уже, ушел в вечность, кстати, один из моих любимых учителей. Он, правда, не в Москве преподавал, я, значит, больше там находился, но в Ленинграде. Он преподавал как раз вот в 80-е годы, впервые познакомился я с грамотным именно в РПЦ, я служил в РПЦ, был тогда чтецом в 80-е годы. И он, значит, преподавал у нас как раз, значит, в Ленинграде. А я в Ленинградскую духовную семинарию Академии приезжал. В основном за книгами, за учебниками, вот, ну и на выставки всякие, как художник тоже в своей теме варился. Вот, и это был Архимандрит Ионуарий, преснопамятный, уже умер уже человек, ушел в вечность. Вот, очень грамотный человек. Очень многие вещи в оригинальной Библии именно, оригинальном тексте Библии, разжевывании, рассматривании оригинальной Библии, это его подача была в моей жизни. Кстати, именно его заслуга, одна из величайших заслуг его для российского православия, это подстрочный перевод греческого текста, греческо-российский текст Нового Завета под редакцией Архимандриты Ионуарий. Издание было сделано, и не раз уже, было, по-моему, уже даже переиздание. Очень хороший труд, очень хорошая работа. Вот, и я уже больше 30 лет служения, как церковно-служитель, священно-служитель православный, и первых почти 10 лет я служил в РПЦ, вот как вы пишете, РПЦ, МП, Русской Православной Церкви Московского Патриархата. С 96-го года я реформатор, с 96-го года я уже реформатор, обновленец, значит, и евангельский православный христианин, евангельский мыслящий православный священнослужитель, евангельский проповедующий православный священнослужитель. А до 96-го года я был, как и тысячи моих коллег, вот традиционалистом, далеким от реформации, и считал, что ничего реформировать не надо, все как есть. Как вот один батюшка у нас говорил, там тоже, не ткни его, говорит, вонять не будет. Оно уже, даже если и неправильно где-то, ничего, уже, говорит, принюхались, уже присмотрелись, как бы, и оно уже приросло, присохло, будешь трогать, больно будет. Лучше не трогать вообще, пусть как оно есть, так оно и есть. Кстати, 100 лет тому назад, ну не 100, точнее 90 лет тому назад, об этом говорил один из лидеров обновленчества православного. Тогдашний настоятель храма в Петрограде, храма Захарии и Елизаветы, выступая во дворце Урицкого, Таврический дворец, тогда он назывался дворцом Урицкого в 20-е годы. И, значит, это был Александр Вединский, тогда священник, такой прогрессивный реформатор. И в собрании там во дворце Урицкого, тогда в Таврическом дворце нынешнем собрались в основном революционно настроенные солдаты, матросы, там, значит, ветераны войны, значит, гражданские, значит, комиссары всякие, безбожники, атеистические лекторы, пропагандисты. Но также пришло и много верующих, это был один из диспутов таких вот. Вот, и в меньшинстве были, конечно, там, меньшевиками, будем так говорить, были верующие, в том числе и евангельские верующие пришли из Всероссийского союза евангельских христиан, во главе с Прохановым, который был в то время. Вот, значит, и вот так вот, и один из вопросов прозвучал, уж не помню там по стенографии, кто его задавал, или кто-то из безбожников, ну, скорее всего, или кто-то из верующих. Почему у нас в православии такой бардак вообще, почему вот кавардак такой, почему вот таких, как вы, единицы вообще, а почему в основном все духовенство спившееся, значит, и мамоной просто-напросто пораженное, и как бы далекое от населения совершенно. И знаете, что сказал Александр Венинский тогда, выступая во Дворце Юрийского, он сказал так, «Вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено, и лежи оно во веки веков». До нас положено, и лежи оно во веки веков. Кем положено, на что положено, зачем положено, это уже вопрос такой. И вот скажу так, прошло почти сто лет после слов Александра Венинского. То же самое, та же самая история. И вот как раз вчера я разговаривал с дьяконом Иваном Левковым, кстати, сегодня в Киеве проездом в Кривой Рог, но встретиться не получится уже с ним сегодня, вот, жалко. Надеюсь, отец Геннадия, кстати, с ним пообщается сегодня все-таки. Я разговаривал с отцом Геннадием вот буквально вот перед эфиром, вот, смог поговорить немного по телефону, правда, мало было времени на разговор. Вот, и, так вот, и с отцом дьяконом мы разговаривали, с Иваном, он со Львовской области, и он сейчас трудится там в баптистском братстве. Слава Богу, хороший служитель, вот, я благоставлял его на служение, вот, как дьякона обновленческого православного. Я благоставлял многих уже служителей, вот, разной конфессии, разной динаминации на православное такое евангельское реформаторское служение. И вот я сказал тогда дьякону Иоанну, говорю, знаете, говорю, знаешь, говорю, брат, самая страшная проблема у нас в том, в православии, в целом, я имею в виду, в целом православии, беда в том, что подавляющее большинство нашего духовенства духовно не возрождено свыше, не знают Бога, не перерождено духовно, не знают Бога. Вот, а когда Слово Божье приходит в жизнь человеческую, что происходит? Мы, вот, я говорил о том, выше, выше сказал о том, что, значит, через Библию мы пересматриваем всю историю, да, и это очень увлекательный пересмотр, очень интересный. Мы начинаем видеть то, что было, еще казалось вчера, черным, это белое, и наоборот, то, что казалось нам вчера, еще белым, это черное. Все шиворот на выворот. Чаще всего, когда через Библию смотришь, как будто бы все в зазеркале, как в одном фильме, там, я не смотрел, я мало смотрю фильмы, да и времени не хватает, значит, там, и, как бы, посмотреть так от и до какой-то фильм интересный. А чаще всего так урывками где-то в гостях бывает, там, или где-то еще, допустим, и вижу, там, ни сначала, ни до конца, но, бывает, часто вижу то, что нужно увидеть, прям, как бы, вот, пример очень хороший. Я какой-то фильм видел, тоже ни с начала, ни до конца, был в гостях, там, у верующих, и фильм был не христианский, но, так, фантастический. Какие-то инопланетяне, значит, там, внедряются в человеческое бытие, как бы, захватывают этот мир постепенно, поэтапно, гибридная такая, оккупация такая происходит. Ну, как бы, вроде их там нет, но они, как бы, там есть везде уже, оказывается. Вот, но, как бы, это отдельная история. Но самое интересное, возле церкви какой-то протестантский актер, этот, ну, этот герой главный, или, ну, короче, главный герой, находит какие-то ящики, и там какие-то очки лежат. Он очки эти одевает и смотрит на, вот, значит, окружающий мир. Он думал, это просто очки, ну, солнечные очки, да, допустим. А это какие-то такие волшебные, или, как сказать, ну, технологические, точные, какой-то высшей технологии очки. В них, видишь, все в другом свете совершенно. И вот всех этих, вот, внедрившихся гадостей, всяких этих инопланетян, видно, как бы, как облупленных. Так, снимает очки, обычный гражданин идет, одевает очки, о, там какая-то гадость идет, такая, вот такая, ну, инопланетная сущность какая-то идет. Значит, ну, и потом он заходит, а, еще мне понравилось, интересно, он там смотрит, значит, реклама такая, ну, как бигборд, там, значит, там реклама какая-то, чего-то, там деньги, значит, он, не помню, опять-таки, ну, там кто-то показывал деньги. Значит, и он одевает очки и видит, на деньгах написано, я твой бог, что ли, или что-то такое. То есть, как бы, это, как бы, деньги являются богом, как бы, вот для этих людей. Вот это да. Значит, я подумал тогда уже, я потом уехал, значит, размышлял по дороге, пока в троллейбус ехал, размышлял. Знаете, о чем думаю? Стоп, думаю, а интересно. Вот такие, как бы, очки волшебные нам дает Слово Божье. Мы начинаем видеть все в истинном свете, в настоящем свете все. И не только это касается истории вообще мировой, глобальной истории, это касается всего нашего бытия, вообще, окружающего мира. Это касается нашей жизни, пересмотр личной жизни, всей жизни происходит через Слово Божье. Моя жизнь, когда мне увиделось в свете Божьего Слова, она была совершенно иная, нежели то, что я раньше себе мог представить вообще о своей жизни. Так вот, дамы и господа, я остановился в первой части на том, что в 1897 году проходил съезд православного духовенства, который принял страшное решение. Вот, и, в общем-то, решение о концлагерях. Конечно, большинство этих священнослужителей даже и не подозревало, что этот проект, он воплотится, но воплотится через 20 лет. И воплотится, будет воплощен безбожниками совершенно. И я больше чем уверен, они даже и не могли в страшном сне себе представить, что некоторые из них окажутся на нарах в первом таком концлагере. Или в первых таких концлагерях. И что эти концлагеря будут для ликвидации классового противника. И чаще всего духовенство будет одним из самых желанных там, в общем-то, в этой фабрике смерти материалов, будем так говорить, человеческих. На это убийство массовое. Да, фабрика смерти работала советская, страшная, знаменитый ГУЛАГ. Отголоски этого ГУЛАГа, они до сих пор, вот, слышны. И видны, будем так говорить. Сам дух этот нечистый коммунизма, он еще не дает покоя нашим народам. И, знаете, друзья, так вот, но в конце 19 века, именно православное духовенство, во главе с митрополитом Милетием Рязанским, тогда уже Рязанским, он был раньше Читинским-Забайкальским, середина 19 века, а уже к концу 19 века он был митрополитом Рязанским. Сегодня он при Алексее Втором, при Пимине нет. Об этом даже не шло речи, а Пимин был далек от подобного безумия. Но уже Алексей Второй, патриарх московский, следующий за Пимином. Потому что я начинал свое служение при Пимине и благословение патриарха имел, значит, и был в Загорске многократно, значит, там, значит, и тогда молодым человеком я очень даже был восхищен личностью патриарха Пимина. И с удовольствием поминал его тоже как чтец на литургии всех этих водка и певец. Но, знаете, потом как диакон уже, и когда уже был избран патриарх Алексей Второй, он повел другой курс. Ну и время было другой, правда, уже. Но и он повел другим курсом церковь. И таким религиозно-политическим таким, знаете ли, цезарепопийским таким махровым страшным. И митрополит Милетти был канонизирован как святой. Вначале местечковый, такой местно чтимый Рязанской епархии, а затем уже, где я священником служил в 91-м году уже, как раз вот в 91-м году, еще последние месяцы были еще Советского Союза, но уже, там уже дураку было ясно, что все, это уже на ладан дышит, и вся эта безбожная система антеистическая скоро-скоро рухнет уже. Что Союз, хотя там по утрам еще пели, я вставал на, уже когда, как в Второй литургии, как раз в 6 утра поднимался, и гимн еще Советского Союза пел еще. Союз нерушимый, республик свободных там и прочее. Я улыбался, надо же думать, ну, как бы, ну, поют, поют, но уже все, как бы, уже понятно, дураку ясно, что скоро уже отпоют. И точно, однажды просыпаюсь, не поют. Так интересно, думаю, слава Богу, слава Господу. Вот, и пошел в храм на литургии, потому что когда к ранней литургии, ранней у нас была в 6 утра литургия, а поздней в 9 утра литургия. Вот. Аллилуйя, слава тебе, Господи. Вот. И, так вот, и в Рязани митрополит Милетия стали почитать как святого. Но в 96-м году я осознал, перечитывая Слово Божье, что митрополит Милетий и подобные ему инквизиторы, на самом деле это антихристианство, но в христианской упаковочке. Вот. И в чем был смысл вот этого происходящего? По сути, я вот в прошлой части, первой части, акцентировал внимание на Александре Третьем. Это было все во время царствования Александра Третьего. Он обозначил двух друзей Российской империи, армии и флот, но и то, и другое оказалось ненадежным союзником до первого перекрестка, до первой хорошей встряски. И армии и флот оказались первыми же врагами как раз Российской империи. Вот. Значит. Но, самое интересное, он обозначил двух врагов, внутренних врагов, я говорил, да? Двух внутренних врагов Российской империи. Кто это? Это еврейство и христианство. Евангельское, протестантское, евангельское христианство. Живое, настоящее христианство. И свое правление Александр Третий, а затем уже по эстафете его сын, яблоко от яблони недалеко упало, значит, хотя совершенно другой человек, другая харизма, другая личность, но дух тот же самый нечистый толкал и одного, и другого в это безумие. Значит, строили на антисемитизме и на антиевангелизме. Антисемитизм и антиевангелизм. И плюс еще Николай Второй потом продолжил после спиритического сеанса общение со своим покойным батюшкой. Он единственный, первый и последний, получается, русский царь, который начал свое правление со спиритического сеанса, вот, общаясь со своим покойным батюшкой, потому что Александр Третий не смог довершить начатое, и он скончался скоропостижно, до последнего не верил вообще, что он умирает, вот, значит, но умер. Поэтому были многократные слухи, что якобы это было убийство, отравление, но проверяли, перепроверяли, в советское время перепроверяли, тогда при царе проверяли, более позднее наше уже время перепроверяли по останкам всяких, значит, там, но ничего не определили и признали, что все это, на самом деле, смерть просто забрала его и все. Бог убрал этого негодного человека, который действительно тиранил и искоренял церковь Божью, истинную церковь, не вот ту вавилонскую шлюху такую, которую он воздавлял, а настоящую церковь Божью, я имею в виду, настоящих христиан гнал он. Вот, и достаточно вспомнить то пробуждение петербургское, которое он разорил. Модеста Модестовича Корфа, да, ни с чем, с чемоданом отправил только в изгнание. Вот, значит, потом Иван Иванович, кто у нас там? Ой, я уж не помню всех этих имен. Ну, Пашков, там другие, там, значит, там можно много кого вспомнить. Василий Александрович Пашков, да, там другие, можно вспомнить, вспомнить эти лидеры пробуждения. И тысячи узников совести, простых христиан в Сибирь, значит, или в Острог, в тюрьму за евангельскую веру. А в 1896-м проводили перепись населения, и слух пустили переписчики, даже медаль такая была сделана переписчикам, значит, кто участвовал в переписи, всероссийской переписи, это была первая в истории Российской империи перепись населения. 1896-й год. Значит, даже медаль была такая чеканенная, говорю, потому что очень скоро было сделано, очень быстро, в рекордные сроки, по всей необъятной Российской империи была сделана перепись. И была, среди граф прочих, была графа вероисповедания. И переписчики убеждали переписываемых граждан всех ставить не де юре, а де факто, не юридически их, потому что там все были православные фактически, ну, кроме мусульманского населения, буддийского, все поголовно было православное население у нас. Вот, выйти из православия было невозможно по закону, потому что, ну, уголовная статья была по этому поводу. Вот, попасть в православие было очень легко, надо было просто родиться, здесь тебя покрестили младенчиком, без тебя тебя крестили, вот, и без тебя тебя уже и воцерковили, и ты уже православный, и ты уже должен, ты родился, ты уже должен, уже все, вот, ты уже попал. Вот, значит, в эту систему религиозно-мафиозно-коррумпированную структуру российского православия, тогдашнего царизма, вот, и ты был обязан по жизни, ты был обязан всегда, всем и вся. Вот, десятины были добровольно-принудительны, вернее, даже не добровольно, чисто принудительны были, это была принудиловка, абсолютно, вот, и до самого 17-го года только лишь Керенский, Александр Керенский, Временное правительство во главе с Керенским, впервые в истории России отменила принудительную десятину, и впервые в истории ввела принцип доброохотности, добровольности в вопросах десятин. Значит, а с самого 988 года, с того самого кровавого Владимира Кровавого, так называемое Красное Солнышко, Кровавое Солнышко, точнее даже, который крестил Русь огнем и мечом со времени этого палача своего же народа, вот, которого до сих пор в безумии миллионы людей называют святым и равноапостольным даже еще, ужас. Ой, он такой же равноапостольный, как я, балерины вообще. Это стыд и срам. Своим апостолам Господь не только не повелевал подобное безумие, инквизицию, там, убивать, сжигать, там, и насиловать, знаете ли, за веру, насаждать огнем и мечом, он, наоборот, даже запрещал подобные поползновения среди учеников Иисуса имели место. Мы читаем Евангелие, да, когда село Самарянское некое не захотело принимать Иисуса на свою территорию, как проповедника, потому что, ну, они видели, ну, евреи, да, имеет вид путешествующий в Иерусалим, ну, иудеи с самарядами не сообщаются, но это было обоюдно, самаряне тоже особенно не сообщали с иудеями. Межнациональные всякие предрассудки, это страшное зло, все это было, слава Богу, 2000 лет назад на кресте Голговском был убитый, всякая межнациональная рознь и всякая вражда была убита там, на кресте. Но тогда его не приняли на территории своей самаряне, ну, и, видимо, не приняли не просто так вот вежливо, извините, как бы, у нас своя песня, свой праздник, значит, у вас свой Бог, у нас свой Бог там и прочее. Нет, нет, видимо, было все невежливо, некрасиво, настолько, что горячие еврейские эти ребята, апостолы Христа, они отреагировали очень бурно, уйдя оттуда с села, они, посовещавшись, поговорив, приняли решение такое, и учителю предложение такое преподнесли. Давай мы помолимся, и сойдет огонь, и пожрет это село Самарянское, как и Илья сделал. Помните, да? То есть они понимали, что Иисус, Он есть Слово, да, человек Слово, и вообще Слово, вначале было Слово. Вот, Слово, ставшее плотью, обитавшее с нами, они это понимали, ну, может, не до конца, но понимали во многом уже к тому времени, видели уже кое-что, уже слышали кое-что и понимали уже кое-что. Вот, так вот, и они понимали, что Иисуса на мякине не проведешь, что, чтобы его убедить, уломать, как бы, да, нужно Слово, и они его составили на Библию, как вот в Библии написано, Илья сделал, сжег там одного пятьдесятника с его пятидесятком, второго пятьдесятника сжег с его пятьдесятком, вот тебе пример. То есть из Библии можно всякой гадости понабрать, из Библии можно оправдать что угодно вообще. Убийство, блуд, все, что хочешь вообще можно из Библии оправдать, вырывая из контекста всего все Библии, вот, можно что угодно. И вот Иисуса хотел дьявол искусить уже через своих же, через друзей, одним словом, через друзей Иисуса, ближайших к Иисусу учеников. Представляете, какая гадость, а, творилась. Это дух инквизиции, он тогда еще, зуд инквизиторский тогда уже, зудел уже, будем так говорить, да, у многих последователей Христа. Ну, тогда совсем у немногих тогда была совсем-то небольшая община. Так вот, и Иисус не только не одобрил подобный проект, подобную инквизицию, слава Богу, он не только не одобрил, он запретил им, и он сказал, вы не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать погибающих. То есть, они понимали много, они видели много, слышали много, но, как говорится, в сказках русских пишут, «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попадало». Вот так вот, они были возле Иисуса, но, как из гуся вода, ничегошеньки не понимали, не разумели, по-настоящему, как должно понимать, что Иисус действительно пришел спасать погибающих. И Иисус сказал в другом месте, что придет время, даже вас будут убивать, то есть, верующих вас будут убивать, и будут думать, что тем самым служат Богу, но так будут делать, потому что не познали ни меня, ни отца моего. То есть, я делаю вывод, что там, где есть убийство и желание убийств во имя веры, там нет познания Бога, там нет познания Иисуса Христа, там нет Христа вообще, это не христианство. И то, что произошло в Русской Церкви Православной в 1897 году, ярко показывает, что эта блудливая вавилонская система ни капли не имела в себе христианства. Проект концлагерей для всех евангельских верующих был выставлен на голосование. Был за, против и воздержался. Три варианта голосования. Ни одного голоса воздержавшегося, ни одного голоса против. И, но, глас, но, сотни делегатов, десятков разных епархий со всей тогдашней Российской империи проголосовали за это безумие, за этот безумный проект. Это было в 1897 году в городе Казани. По этому проекту предполагалось за полярным кругом создать фабрику смерти, концентрационные лагеря. Тогда это было диковинкой. Это было впервые в истории, я повторяю, впервые в истории человеческого рода, сколько живет гомо сапиенс на этой земле, был закон, подобный принят вообще. В мировой практике не было такого закона никогда. По массовому уничтожению людей, вина которого была лишь в том, что они иначе веровали, иначе Библию читали, и вообще Библию читали как таковую вообще. Ха, да. Вот, всех этих людей, которые сами себе подписали смертный приговор, не понимая того. Люди ж верили, потому что переписчики накануне, переписывая население Российской империи, обманывали людей и говорили ставить не де юре, а де факто их религиозную принадлежность. То есть, потому что слух какой пускали, что вот его отец Александр Второй дал свободу, освободитель, император-то, да, который рабство отменил в России, крепостное право так называемое. Вот, слава Богу, за царя-освободителя, но слух так выпускался, что вот Александр Третий уже, как Александр Второй дал свободу от крепостного права, от рабства, а Александр Третий даст свободу совести, веру и исповедание. И, которое вы поставите веру и исповедание, такое оно и будет у вас, без всякого преследования больше уголовного, со стороны государства. То есть, ни в тюрьму, никуда вы не сядете за свою веру. И люди охотно ставили, сотни тысяч людей поставили в переписи свое фактическое вероисповедание, потому что они были де юре, были все православные, а фактически были субботники, баптисты были, методисты, адвентисты, ну там всякие были. Люди не понимали, что они ставили себе смертный приговор, потому что в следующем уже году было принято решение о концлагерях. Но уже тогда, когда они подписывали себе смертный приговор, не зная этого, уже тогда проект разрабатывался во главе с митрополитом Милетием, нынешним святым православной церкви, уже всероссийским святым. Раньше он был хотя бы местечковым, но он ныне всероссийский святой уже. Да, страшно, конечно. Страшно еще и за то, что в Украине существует огромная православная юрисдикция, украинская православная церковь Московского патриархата, относящаяся к Московскому патриархату, которая фактически так же этого святого изверга, негодяя, тоже святым называют и свечки ему ставят и молятся ему. Это ужас. Ну ладно, это вопрос другой уже. Но, значит, согласно этому проекту, всех этих людей, российских поданных, которые осмелились выйти из православия, лишать всех прав родительских. Ну, их раньше лишали, но это будет массовое уже лишение всех прав родительских. Всех прав имущественных. Да, а родительских лишают прав, несовершеннолетних всех детей изымают из этих семей, насильно крестят и отдают в специальные приюты при местных епархиальных управлениях. Вот, людей без права, переписок без ничего высылают в эти концлагеря. Были продуманы бараки для женщин, мужчин. Массовые эти захоронения были продуманы. Выйти оттуда было невозможно. Это была фабрика смерти в один конец. Выйти можно было только лишь спустя некоторое время в случае желания вернуться в православие. Отречение от ересеев вернуться в православие. Вот, тогда, но, частично восстанавливался в своих правах, впоследствии человек, согласно этому проекту. Вот, но оставался без права возвращения на свою землю, на свою территорию, под надзором других уже епархиальных управлений, совершенно в других частях Российской империи, проживая. Но до конца жизни оставаясь человеком, лишенным всех гражданских прав, по сути, и состояний. Вот, человек на птичьих правах, будем так говорить. Вот, значит, не верну ему без возврата имущества и прочее, прочее. Вот такая была страшная вещь, драма продумана. Вот, и Мельгунов в своей книге «Церковь и государство в переходное время» об этом пишет. «Мир вам, Дима, слава Богу, тоже вам, брат, слава Богу». Вот, и, к сожалению, вот это все было так вот сделано. Очень гадко, очень подло. Господи помилуй, Господи помилуй. Да, сейчас уже... Давайте сделаем перерыв и потом продолжим. Пусть Бог благостает всех вас. В час дня, вот через 15 минут начну, через 20 почти, минут начну третью часть. Мир всем, слава Богу.